Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. На связи Минское городское управление МЧС. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. И мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года столичные спасатели совершили почти 1200 выездов на пожары и загорания. И почти 600 раз ликвидировали другие чрезвычайные ситуации. На пожарах 4 человека погибло. 29 человек пострадало. 34 человека работникам МЧС удалось спасти. 96 пришлось эвакуировать из опасной зоны. О том, что происходило в столице на прошлой неделе, слушайте прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Началась неделя с автопожара на улице Скорины. После полудня из-за короткого замыкания в моторном отсеке полыхал автомобиль Ford Focus 2001 года выпуска. Пострадавших нет. А вечером в понедельник на улице Луговой загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения из-за неосторожного обращения с огнем хозяином. Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение. Надеюсь, что хозяин хотя бы сейчас понял, что огонь ошибок не прощает. Во вторник вечером на проспекте Держинского загорелся автомобиль Opel Corsa 2008 года выпуска. Причина все та же. Короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В среду спасатели устроили внезапный мастер-класс для воспитанников детского сада на улице Народной. На территории садика ветром надломило ветхую часть дерева, и играть на площадке было небезопасно. Было неясно, когда дерево могло окончательно упасть. Спасатели при помощи бензопил и лестницы спилили надломленные и ветхие части, приведя дерево в безопасное состояние. А наблюдавших за этим детишек в полный восторг. Мне кажется, что желающих в будущем пополнить ряды спасателей в этот день стало на несколько десятков больше. Винск чрезвычайный. В общем, как я и предупреждал в прошлом выпуске, эти недели сохранялась особенно ветреная погода. Поэтому даже в сводках МЧС достаточно часто начали появляться упавшие деревья. Обычно распиловкой и уборкой таких деревьев занимается зеленстрой в плановом порядке. Но есть ситуации, когда, например, дерево зацепилось за провода или попросту не до конца упало и еще угрожает людям опасными последствиями. В таких ситуациях реагирует именно МЧС. Забегая вперед, скажу, что еще один такой случай, где потребовалось вмешательство спасателей, произошел в пятницу на территории средней школы на улице Брестской. Аварийное дерево было также оперативно распилено. Две недели назад в Первомайском районе была серия поджогов автомобилей. К слову, виновников уже нашли. Объяснили они свои действия попыткой избавиться от автохлама. Однако владельцы сгоревших авто не считают их хламом и требуют с виновных возвещения ущерба. И вот снова в Первомайском районе в сводках фигурирует слово «поджог». На сей раз все менее масштабно. Жертвой неизвестного злоумышленника стала входная дверь в квартиру дома на улице Уручской. Остается только догадываться, какие мотивы могли быть у этого человека. Надеюсь, следствие прояснит этот случай. Минск чрезвычайный. Еще один поджог учинили уже в заводском районе. Там неизвестные подожгли мебель, находившуюся на лестничной площадке. Возможно, соседи между собой что-то не поделили и кому-то эта мебель мешала. Но есть же законные способы разрешить ситуацию. Например, обратиться с заявлением в ЖЭС. А уничтожать чужое имущество общеопасным способом, подвергая угрозе весь подъезд, мягко выражаясь неблагоразумным. Завершилась неделя еще одним поджогом. На улице Чайлыдка под автомобилем «Хёнде Акцент» 2011 года выпуска подожгли картонную коробку. Благо, очевидцы успели вовремя заметить это и потушить пламя до прибытия подразделения МЧС. Машина осталась цела, повреждено лишь лакокрасочное покрытие под местом пожара. Наверняка, как и в предыдущем случае, автомобиль кому-то помешал. А решать законным способом проблему граждане почему-то не хотят. Я еще раз хочу напомнить, что если вы видите факт нарушения любого закона, самый надежный способ информировать органы правопорядка. А поступая в ответ незаконно, вы сами становитесь преступником. Не лучший способ, не так ли? Завершу рассказ о происшествиях позитивной историей. 24 апреля к спасателям поступило не совсем обычное сообщение от жителей дома по улице Восточная, 30. Они сообщили, что за стеной в подвале явно завелись котята. И, судя по постоянному истошному мяуканью, они где-то застряли. На место были вызваны представители местного ЖЭСа, а также работник МЧС, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в подвал дома неизвестная кошка принесла котят. Несколько из них находились в одном месте, а один котенок непонятным образом оказался за бетонной стеной рядом. Не исключено, что кошка его сама туда уронила при транспортировке и не смогла достать. На это указывало отсутствие снизу всяческих отверстий для возможности самостоятельного проникновения туда. А возраст котенка явно не позволил бы преодолеть иным способом эту стену. Для извлечения котенка необходимо было проделать отверстие в стене, в месте, где он находился. Однако ломать бетонную стену нужно было ювелирно, так как любой крупный осколок, отвалившийся с обратной стороны, мог стать смертельным для маленького животного. На помощь котенку прибыл расчет спасателей из столичной восьмой части, который при помощи различного специнструмента максимально осторожно проделал отверстие в стене, после чего котенок целым и невредимым был извлечен. Решать дальнейшую судьбу всех оставшихся в подвале животных будет местный жест. Минск чрезвычайный. Ну что ж, о происшествиях на неделе это все. Напоследок хотел бы обратить внимание, что с целью повышения уровня безопасности населения с 20 апреля по 20 мая в городе Минске проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них. Во время акции спасатели вместе с сотрудниками жилищно-коммунальных служб проверят подвалы, чердаки, лестничные клетки в жилых домах, обследуют пустующее здание, в которое возможен доступ непрошенных гостей. К работе подключатся и другие управления и ведомства столичной администрации. Так ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и инвалидам помогут с установкой пожарных извещателей, ремонтом печей, электропроводки, наведением порядка на территории домовладений. Под пристальное внимание попадут горожане, которые злоупотребляют алкоголем и ведут асоциальный образ жизни. Они представляют угрозу для общества. Их проинструктируют и оценят, насколько безопасны условия их проживания. Разъяснительная работа будет проведена также в трудовых коллективах. Мы просим граждан отнестись с пониманием к этой работе. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, это все. Услышимся в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.